Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Starfield на максимальной сложности, и в прошлой серии мы познакомились с Андреа, еще одной участницей созвездия, и она теперь наш основной спутник, вместо Сары, Сара как член экипажа на корабле осталась, и также в прошлой серии мы получили доступ к магическим силам. У нас теперь есть галактическая магия, которая поднимает в воздух немного противников, но не работает, по-моему, давайте, кстати, попробуем, сейчас сохранимся, потому что мы использовали ее в ложе, да, и там она ни на кого не работала. Давайте сейчас попробуем на этого парня закинуть, или, может быть, сейчас где-то людей побольше, давайте, на этих, на местных стражников. О, нет, смотри, поднялись, поднялись тоже, ага, странно, что в этом в ложе не сработало. Бумц. Ну, в целом, штука полезная, позволяет дополнительно контролить врагов. Что-то никто мне урон как-то особо не наносит, да, странно. А ну, потому что они, наверное, низкого уровня все такие. Ну, ладно, мы загружаемся. Загружаемся. Ну, и сегодня мы, наверное, пойдем все-таки посмотрим еще дальше немножко по сюжету. Может быть, получим еще какие-то способности, да, приобретение силы на Валея Эпсилон. Посмотрим. В принципе, если сейчас будут в подряд эти шесть заданий на получение, как бы, всех оставшихся шести сил, в чем я сомневаюсь, наверное. Да, у нас шесть храмов не обнаружено. Мне кажется, наверное, сил все-таки больше будет. Ну, короче, посмотрим. В любом случае, немножко пойдем дальше в этом направлении, а потом уже вернемся к тому, что мы планировали изначально, да, к внедрению в Багровый флот. Вот. Я немножко вне записи покрафтил чуть-чуточку, чтобы уровень добить просто. И попродавал разное барахло, чтобы, собственно, в записи этим не заниматься. И мы можем... Что мы можем? Пока ничего не можем, да. Нам надо еще одно очко вложить сюда, и потом можно будет управление аванпостами открыть. Ну, мы скоро, в принципе, докачаем мусорщика, по идее. Можно по барам побегать, поискать этих самых для вербовки. Ну, то такое, ладно. Давайте пойдем дальше. Вот сюда. А, да, кстати, обновился русификатор, и они шрифты поменяли в очередной раз, и я не знаю, мне не очень... Эти шрифты выглядят приятно, но читать их, по-моему, не так удобно, как прошлые, которые были. Ну, посмотрим сейчас, посмотрим. А, да, Андреа хотела с нами еще поговорить. Давайте сейчас проверим, может быть, какие-нибудь пиратики тут выпрыгнут к нам. Было бы хорошо. Мы готовы. Мы вроде готовы. Ну, это малыши четырнадцатого уровня, да? Скромные такие, в принципе. Они нам даже особо ничего не сделали. Мне кажется, сейчас у вас что-то врежусь. Кстати, давайте сейчас посмотрим, может быть, захватим, если это Б-корабль хотя бы. Так, как у нас там, эфочкой? А, это А маленький. Ну, ладно, добиваем его. Надо немножко ближе подлететь. Кажется, контейнер от нас только улетает. Как же не хватает энергии нам. Вообще, в принципе, можно было взять на абордаж, на самом деле. Все равно попробовать походить просто по их кораблю, посмотреть, что там, да, внутри. Хотя маленький такой, но все равно. Ну, ладно, в любом случае, нам надо кораблики уничтожать. Молекулярная сита. Так, хорошо. Сейчас возвращаем вот так. Это наш лучший вариант. И теперь аномалия сканера. Давайте высадимся здесь сейчас и поговорим с Андреем для начала. Высадиться на 100 планетах. Получили достижения. Окей, высаживаемся. Пойдем посмотрим. Немножко от корабля отойдем. Ага, вижу. Аномалия такой же храм. Сейчас, давай немножко. Отойдем. Ты где? У нас еще не было времени поговорить о том, что произошло с вами в том месте, храме. Я не уверена, как это назвать. За все время, проведенное среди звезд, я никогда не слышала о подобном. Как вы думаете, что это было за место? Так. Ну, давайте. Конечно, это не было похоже ни на одну культуру, которую я когда-либо видел или которую слышал. Ни я. И, как я подозреваю, никто другой из когда-либо живших. Конечно, еще слишком рано строить предположения о том, кто это построил, но как же иначе? После того, что вы пережили, есть ли у вас какие-нибудь соображения? Волшебный пиксиум. Ну, нету какого-то, да, варианта там, не знаю, о более развитых цивилизациях там, да, или о каких-то пришельцах, ну, как-то какие-то варианты все тухлые. Ладно, мы не должны делать необдуманных. Ну, разве что пикси мне нравятся. Ладно, давай. Волшебные пикси. Ладно, хорошо, вы можете просто сказать, что понятия не имеете. Мне очень жаль. После того, что вы пережили, я должна была спросить вас, вы в порядке? Чувствуете ли вы какие-нибудь побочные эффекты? Нет, чувствую себя прекрасно. Циничный человек может предположить, что это само по себе может быть побочным эффектом, но пока будем считать, что вам очень повезло. Артефакты, этот храм, новая способность, которую вы приобрели, очевидно, что все они связаны между собой. Все это гораздо масштабнее, чем мы думаем. Мы добились такого успеха только благодаря совместной работе. Да, вы правы. Да, вы правы. Если мы продолжим работать вместе, то, возможно, сможем объяснить что-то из этого. Теперь у нас есть еще больше оснований двигаться дальше, чтобы узнать больше о том, что здесь происходит. Так, хорошо. Все, погнали. Погнали нам туда. Что у нас тут можно просканировать на планете? Храм Альфа. Я хочу досканировать тут мелких букашек. Еще одну просканировать надо. И, может быть, пару видов ресурсов тоже найду. Опыт получить за это. Вот эти маленькие заразы. Хорошо. Так, ну, заходим. Мы, в принципе, знаем теперь уже, что делать, да? Может, тут как-то по-другому, конечно, будет. Нет, по-другому, похоже, не будет, да? Это у нас какая-то четвертая или пятая. Плюс-минус где-то... Ой-ой-ой. Исчезла, зараза. Ой-ой. 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 Около десяти нам надо, да, их активировать, типа. КОНЕЦ Так, двести опыта. Ну, вроде похоже, да, что на каждой точке будут. Может быть, просто не на каждой точке будут, да, но еще пять как минимум есть. Личная атмосфера. А, чистый кислород создан для глубокого дыхания и противодействия вредному углекислому газу. Просто, типа, когда мы там... Да, он восполняет кислород полностью. Эм, такое, такое. Поговорить с Владимиром, чтобы найти храмы. Так. О, давайте мы зададим ей несколько личных вопросов. Какое место в настроенных системах вам нравится больше всего? Вам это может показаться абсурдным, но, честно говоря, ложа. Никогда еще меня не окружала такая замечательная группа людей, включая нынешнюю компанию. Я очень давно не был в месте, в которое могло бы показаться мне домом. Есть миры, которые не поддаются по счету, но это чувства редко и драгоценные. Хотите ли вы когда-нибудь стать капитаном собственного корабля? Я делал это в прошлом, когда это было необходимо, но я не самый лучший пилот, и мне кажется разумным применять свои навыки там, где они наиболее полезны. В последнее время это означает помощь вам. И это, я думаю, очень хорошо сработало. Чем вы любите заниматься в свободное время? Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос. Столько лет было потрачено на выживание в сложных условиях, свободное время было в дефиците, и, наверное, я приучила себя думать об этом. Не думать об этом. Мне нравится заниматься боевой подготовкой, хотя, полагаю, это вряд ли ответ, тот ответ, который вы ожидали. Вы дали мне повод для размышлений, спасибо. Ясно. На этом пока все. Так, так, хорошо. Владимир. Давайте мы, наверное, прощаем. Вот так будет. Шпоньк, шпоньк. Добро пожаловать в ЮС-спейс. Проверяйте свой курс, пока мы скачиваем корабль. Она, надо прыгнуть. Ладно. Сейчас дождемся. Все, дождались. Так. Глаз нас интересует. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... А, еще сегодня нужно поднять... Что-то поднять еще нужно сегодня. Ладно. Продолжение следует... Это как раз то, что нужно. Хорошо. Альтаир нас ждет. Погнали. Так, это у нас вот так. Вот так. Вот так. А, новые данные. Да, мы эту планетку сканировали. Но данные можем обновить и опыт получить, по-моему, еще раз сможем. Так, подождем. Может кто... Варпанет к нам? Не? Ну, нет, окне. Так. Недалеко я высаживался. Когда-то. Продолжение следует... Это простая аномалия. Так, где-то, по-моему, тут дрогнуло. За холмами там. А, не, вон нам сюда. Окей. Погнали. Тут у меня полностью всё исследовано. На этой планете, на удивление. Здесь мы были. Ну, кстати, давайте сейчас посмотрим, как мы бегать будем с новой силой на кислород. Вот, допустим, у нас всё израсходовалось. ЦА-2 набирается. И мы такие хоба. И бежим дальше. И ничего, в принципе, вообще не расходуется. Хм. Ну, это удобно. Это удобно. Мы ещё, вроде, каким-то образом количество энергии нашей можем увеличить. Я видел какие-то скриншоты, где больше 60 энергии. Поэтому больше, типа, можем кастовать дальше. Окей, окей. Нормально. О, тут хотя бы на входе нас терамор ждёт. Маленький, конечно. Так, да, вот это правильно, и теперь в зэточку, и полетел, хорошо, ну, может быть, тут хоть какой-то твист будет, или мы просто будем все остальные храмы сейчас вот так вот в этом задании открывать себе, все остальные 6, да, ну, из которых уже сколько, 5 осталось. Да, никакого твиста, все то же самое. Субтитры сделал DimaTorzok Гравитационная волна у нас открылась, излучение, гравитационная сила, достаточное, чтобы смести, спусти практически все, или кого угодно. Ну, плохо, в принципе. И немного относительно энергии расходует. Черт, надо тоже добавлять ее в этот самый, в избранное. У меня избранное закончится скоро. так, хорошо, и что там у нас? Сила извне, энергия извне. Мы сейчас тут, то есть тут еще одна. Ладно. Ладно. Пошли посмотрим. На этой планетке тоже я был. И тоже она у нас полностью исследована вся. где наша аномалия, где-то с той стороны, ага. Вот. Неплохо планетка смотрится эта. Что я на Альтайре тут делал? Что у нас тут такого было, что я эти все планеты исследовал? Я даже не знаю, давайте просканируем еще разок. Обновим данные. Просто, просто ходил исследовал. Храм Дзета был точно таким же, как и прошлые храмы. Гравитационный рывок у нас открылся. Рывок вперед и ненадолго увеличиваем урон при этом. Так. Ну-ка, допустим. Эээ. Ну, это такое себе. Это мы можем не добавлять в избранное. Так. Пошли снова поговорим с Владимиром. Так. У меня, кстати, одни данные есть. Мы можем продать. В два раза дороже. Так. Давай еще храм. Окей. Он заметил узор. Словил улыбку. На Сцинк. Это что? Это где? Шаене? Сцинк. Ну, погнали. Тут я не был. Так. Надо сейчас быстренько... Вот так. Нет. Никто у нас тут... В астероидах не прячется. Ну, ладно. Прыгаем. Тут у нас какая-то погодка не очень. Что она про запах говорила? Что? Ну, просканирует то уже. Никель этот проклятый. Там, где-то в той стороне, а тут ни хрена не видно. Храм Йота точно такой же. Там... Хотя не было катсцены, да? Как я в этом круге кручусь. А. Погодка тут наладилась. Так. Хорошо. Предвидение. Поверните время вспять и загляните в будущее. Увидеть путь, по которому кто-то пройдет и слова, которые он может произ... Чего? Что это? Будущее не определено. Конечно, не торопитесь. Вам не нужно спрашивать меня. Можете ли вы спрашивать? Вы можете просто спросить. Хм. Забавно. Типа перед диалогом можно активировать и спокойно почитать диалог. Узнать, как отреагирует на тот или иной вариант. Ну, это может быть полезно. Особенно, да? Когда мы пойдем там пробираться к этим самым... К багровому флоту. Ну, это... Забавно, да. Надо, значит, тоже в избранное добавлять. Черт. Так. Что у нас там дальше? Ничего? Хм. Интересно. Но у нас еще два храма осталось. Я не знаю, может быть, давайте мы просто сами к Владимиру слетаем. И узнаем, есть что нового или нет. Похожите. Вы проехали уникальные полиции, СПАСЕ. Возьмите спусты и готово засадить. Ну, Владимир Еще храм Пока ничего Возможно, дальше Для того, чтобы сюжетка Этож с храмами продолжалась Нам, может быть, Барретт нужен И нужно, может, выполнить Вот это вот основное задание Дальше сюжетное Не знаю, не знаю Ну, хорошо Тогда, в принципе Мы, наверное, оставшуюся Часть сегодняшней серии Пойдем позанимаемся Разными делами Например, кстати Можем кораблики Пойти пострелять А ну-ка, давайте Да Авангардское задание Десятого уровня Спейсер О, стоп Надо Переключиться немного Так У нас дальность По-моему, хватает Да, чтобы Оп Варпануть решил, что ли Он совсем, конечно Малыши Этот вообще Четвертого уровня Где-то Бедняга Да Да, он там уже Совсем оффлайн Все И две тысячи Заработали Наверное Это Самый лучший Вариант Настрелять Себе Нужное Количество Киллов Для Дальнейшей Прокачки Мне кажется Что это Лучший вариант Вот такие Вот задания Нам еще Надо Семнадцать Так Тут я прокачивать Пока ничего Не хочу Ну Вот это Конечно Не очень Полезно Кажется Во всяком Случае Ну Тут Пилотирование Надо в этой ветке В любом случае Прокачать Дальше Хорошо Я наверное Давайте Сейчас Заберем Там Сто метров Пролететь Надо Мы справимся Даже без Переключения Пипок Немного Кредитов Да Давайте Вернемся В новую Атлантиду Посмотрим Сейчас Нам Получается Надо В Район Маст А туда Мы Получается Только На метро Попадаем Да Ну Самый Быстрый Способ Ладно Так Я хочу Хочу Задание Для Авангарда Выполнить Да То есть Это Бесконечно Повторяемые Задания Да Где Можно Немножку Пострелять По живым Кораблям Не В Симуляторе Как Многие Там Любят А По живым Кораблям Это Мне кажется Поинтереснее Хотя Ну Простенькие Ребята Конечно Тоже В Другом Таком Задании Кораблики Немножко Другие Тоже Простенькие Но Все Равно Так Давайте Мы Теперь Этого Наверное На Абордаж Возьмем Можем Можем Кстати Вот так Сделать Да Хватит Крутиться Сейчас Еще Пару Выстрелов По нему Сделаем Пару Так Не сделаем Да Просто Так 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 Да Да Ну Елки Палки Альф Сделаем Сделаем Возьмем Возьмем Драйв От Комиссии От Комиссии Большой Простенькие До Целком Призмем Марк Драйв Все Комиссию Они А Как Мы Мы С Щ Щ К примеру, какую-нибудь. Всё. Немного контрабанды можно взять. Хочу я брать контрабанду. Как-то не сильно. Всё, им больше нет ничего. Да, ну маленький кораблик. Простенький, что от него взять-то? А мы можем его, получается... Правильно, сесть на него. Он становится нашим. Мы просто переходим сейчас... На наш корабль. Ну, чтобы не делать этот корабль основным и не морочиться с ним. А этот корабль у нас просто будет в списке наших кораблей. Мы сможем его потом зарегистрировать и продать, если захочется. И потом ещё заработать на нём там, да, немножко? Так. Отстыковаться. Правильно, он же стал нашим. Потому что, если мы отстыковываемся, то этот корабль становится, типа, активным для нас. И... Он тут мне посбрасывали... О, боже мой. Это игра. Так. Мы можем посмотреть список наших кораблей. А, нет, этот корабль не стал нашим. То есть, нам нужно, типа, его сделать активным. То есть, ну, пересесть на него. Ну, ладно, хрен с ним. Добиваем его. 50 опыт. В принципе, неплохо. О, тут три корабля варунских. На следующей такой миссии. Через миссию я одну вне записи уже сделал. Так, хорошо. Гимн. Оба гимна, да? Ладно, давайте мы сейчас один из этих гимнов выпилим. А второй абордаж возьмем. Так, хорошо. Этот у нас все. Так. Включаем ЕМ-ки. И сейчас он просто весь отрубится. Ладно, давайте. Так быстрее будет. Наверное. Так. И... А, мы далеко, наверное. Так. О. Стыкуемся. Посмотрим на варунский кораблик. Посмотрим на варунский кораблик. У нас есть чистый кораблик. Считай на деньги. Мы не имеем в виду, как хорошие армии они. Возвольте, что они плохие. О, тут у нас гравитация не очень сюда. Ладно, ладно. О, тут турель. Тридцатого уровня. Полетай немного. В коматозе. Так, тут вроде никого. Немного еды. Аптечку мы возьмем. Вроде больше ничего интересного здесь я не вижу. Полетели наверх. Так. По дороге здесь вроде тоже ничего не было. А двери тут ни туда, ни туда. Нет, хорошо. Что там? Плещется. О, стоп, 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 стоп. Тихо, тихо. О. Так. Ну, давай обойди ты эту лестницу. Тихо. так вроде все пару отмычек компьютер наверное управление турелями да отмычка еще немного денег тут ничего интересного давайте посмотрим что на компьютере может быть может быть нет только турель так хорошо а мы стоп еще не все а где еще у нас тут кто-то спрячется сверху типа да елки-палки турель одна осталась походу да турель только одна осталась вот это все летает тут ну меня тут только контейнер какие-то интересуют да чтобы дальше качать этот самый себе он подожди тут еще у нас комнатка есть с иллюминаторами вроде ничего интересного ой 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 блин конечно неудобно когда нормально не походить давай 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 но для разнообразия в принципе неплохо интересно когда такие корабли попадаются так ой все попадали мы все починили волшебным касанием кораблю так нам надо отстыковаться и теперь этот корабль становится нашим только теперь я могу пристыковаться к этому к первоуровневому моему кораблику и тот корабль будет у нас можем сразу на борт и тот корабль у нас теперь в коллекции будет правильно давайте посмотрим или неправильно да что ты будешь делать а нам надо отстыковаться вот что ты будешь делать черт точно нам просто отстыковаться надо от этого корабля было наверно или нет подождите нет он бы должен быть у нас списке уже короче странная фигня по-моему мы когда отстыковываемся он уже типа становится как бы нашим во во рунский гимн но когда мы его покидаем а этот основной корабль считается все равно так ладно отстыковаться отстыковаться ну теперь четыре точно блин а я когда возвращаюсь я этот корабль теряю что ли странная ерунда давайте попробуем может вар варпануться куда надо тогда он типа становится нашим я уже не помню как там это работает кстати тут можно что-то просканировать по идее тут контрабанды не должно быть по идее давайте мы сохранимся на всякий случай и мы можем вернуться на альфа центавру надо мы даже можем прыгнуть сразу же ну ладно я пойду еще задание возьму такое вот такой вот кораблик мостик у него аж вот там сбоку и васяки на нем нет так ладно мы этот корабль тогда просто продаем давайте сейчас может быть из корабля что-то продадим продать из варунского до корабля а нет погодите все ресурсы перенеслись моего же сновного да мы отсюда ничего не продадим толком ладно тогда мы хотел бы посмотреть и изменить свои корабли этот корабль мы можем зарегистрировать за 13 за 14 тысяч кстати мы можем его зарегистрировать по моему просто через инвентарь свой вот так зарегистрировать за те же деньги так и сделать основным кораблем а вот этот вот теперь гимн продаем я уверен ну две с половиной тысячи фигня конечно с этим абордажем ну в плане продажи кораблей да так то на абордаже мне нравится брать и там на самом корабле можно поживиться неплохо так что у нас тут за кораблики я хочу напомнить себе нет нет ц кораблей да печаль ну и ладно нет и нет так хорошо я полетел тогда еще что-нибудь поделаю а кстати надо на корабль зайти сейчас и посмотреть потому что там скорее всего сбросились эти все распределение энергии поменялось так в рубку сразу там там совсем все плохо было да все по нулям просто если вот так вот прямо прыгнуть к месту задания то это все это сразу смерть какие там кораблики маленькие не были потому что щит не успеет восстановиться и корабль разберут даже даже мелочь низко уровниваем вот это конечно прям бредовая бредятина с этой энергией так нам надо стопнив ем нам надо сюда в лазер единичку ну и наверное в граве этот самый чтобы могли прыгать единичку тоже вот так хорошо ну как раз последние два корабля осталось убить я вне записи несколько заданий таких еще сделал и вот еще одно взял и тут у нас как раз два противника есть мы не будем наверное на абордаж брать я хочу пойти посмотреть на новое оборудование ловелапнулся я тоже сороковый уровень сейчас уже отлично и денег немножко подзаработали так теперь давайте мы в новой атлантиде у нас нормальных кораблей нет ну c класса а давайте пойдем посмотрим на нашу на наш аванпост на нашу эту посадочную площадку там были ц кораблики так аванпост 1 погодите это это не то что нам надо нам вот сюда надо забыл и так давайте посмотрим а стоп нам надо как раз купить корабли да что у нас тут есть что у нас по деньгам двести восемнадцать тысяч у нас по деньгам нам наверное не хватит да на корабль ц класса вот сэшечка была вот такая стрёмная двести шестьдесят четыре ну тут конечно сам кокпиток такой интересный я бы я бы хотел такой себя ну ладно новый корабль нам пока не светят но если покупать да тут у нас с c только не один, да, вот этот вот вариант. Выглядит он так себе. Кстати, как пит у него вот здесь. Ого. Это интересно. Но в любом случае, да, в любом случае мы сейчас немножко свой улучшим. Как минимум реактор заменим, да. Уже будет хорошо. Так, все. Пилотирование в максимум прокачано. Проектирование. Блин. Может быть нам и проектирование вкачать сразу. Давайте посмотрим. Если что-то будет на двоечке интересное, стоящее действительно из модулей новых. Давайте посмотрим модернизацию. По двигателям хуже двигатель. Так. реактор. Реактор. А, может быть, С реакторы размером побольше, да. Давайте мы этот, допустим, удалим. и... Посмотрим. У нас на 24 был, правильно? Ну вот, на 27 есть. На троечку скромную. проектирование. сколько? Сколько проектирования? Черт. Дурной шрифт Кто его придумал? Тут, наверное, проектирование 4 Здесь может быть 2 Ну ладно, давайте возьмем проектирование Уложимся Хрен с ним Подождет аванпост Что там, нам надо установить 15 уникальных модулей Я бы, конечно, хотел бы на 30 Ну, если на 30 не получится сейчас поставить То мы поставим на 27 уже будет лучше О, нет На 34 готова Куда мы тебя вставим? Да, в принципе, наверное, не особо важно Потом поменяем место где-нибудь Но это серьезный апгрейд А что по счетам? А что по деньгам? 62 тысячи всего лишь Так Что я хотел еще посмотреть? По двигателям, кстати Вот эти, короче, на 19 Интересно У нас, по-моему, стоят на... На 15 у нас стоят Ага Это тоже обновочка уже новая Кабин новых, по-моему, не появилось Кстати, хранилища новые Может появились уже На 1200 У нас на 1000 стоят, да? А это на 1200 Кстати, а я не вижу А, у нас на 950 стоят Даже не на 1000 они А Оказалось, там ровно 1000 Ну ладно Ну, новые, да На 1200 есть Так, это нам не особо интересно Оружие, кстати, да? Сэшечку тоже можно теперь влепить Какой-нибудь альфа луч Нас 41 урон По дешевке отдают Так, я вот в щиты хотел Да, давайте посмотрим Что по щитам у нас А щитов новых нет вовсе Для хороших Для более хороших щитов Нам надо Четвертый навык Четвертый этот Уровень в проектировании Звездолетов Да Ну, со щитом мы своим и останемся Хорошо Меня устраивает Принять Давайте-ка Посмотрим теперь Ооо, как хорошо Много пипок Много свободных пипок Неизвестный корабль Что-то к нам пристал уже В принципе, лазеры, по-моему, неплохо стреляют Наверное, да Мы сейчас вот так вот За максимум А все остальное В этот идет Да, да Импорт Информейшн Спасибо, что ответили на мое обращение Мы пытаемся связаться с вами По поводу расширенной гарантии О, боже мой Да, да Ты говорил уже Если мы на него нападем Без свидетелей Возьмем его на абордаж 38-го уровня Где я сохранялся последний раз В диалогах мы тут не можем сохраняться Да Мы можем выйти из диалога Давайте, кстати, посмотрим Что он из себя представляет Амбешечка Стоимость 3000 Это как раз, наверное, стоимость, да Сколько мы получим, если мы его продадим После того, как захватим Неинтересно Неинтересно Ну вот, теперь, конечно, другое дело, да Теперь у нас есть Много свободной энергии Можем даже двигатели теперь еще и улучшить Ну, там, со временем улучшим Я пока тратить, наверное, деньги не буду Потому что снять-то мы их не сможем, да А так, с этими двигателями норм У нас Скорость получается Что, кстати, по скорости А, сканер включен, поэтому скорости не видно Ну, она нормальная Соточка там есть какая-то Уже можно маневрировать Более-менее, если что И разгоняемся до 200 на пике, да Окей Ну, у нас теперь Это орудие работает гораздо эффективнее Да, хорошо, хорошо Это хороший прям апгрейд Это, по-моему, один из лучших реакторов, да Мы, наверное, с ним так и останемся А, кстати, мы, наверное Можем мы двигатели улучшить, наверное, даже Я просто потом этот корабль разберу Ну, то есть, не разберу, а Удалю просто лишние детали А вот самые дорогие, самые хорошие оставлю Типа двигателя, реактора А все остальное заново построим Да, как вариант, кстати Пошли еще и двигатели апнем Больше, ну, трюм можем грузовой улучшить еще, разве что, да А так больше особо нечего А двигатели, в принципе, как вариант Заменить Тьма тьмущая А, стоп, купить корабли Модификация Так Мы залазим в конструктор Мы убираем вот эти двигатели, да На Пятнашку И вот такие у нас еще Два на четырнадцать стоят Так Кстати, а мы, наверное, можем вот эту часть убрать А, нет, к ней цепляются же, да Все остальные Мы не можем ее убрать Ок Грави-привод Можем просто вот этот корпус убрать А, наверное, тоже его убрать не можем Да, потому что тут Шлюзы у нас Ничего не убрать, короче Ну, ладно, так и останется у нас тут все Так Добавить Двигателя Так, что у нас еще тут по Есть Девятнадцать Девятнадцать вот такие есть В чем разница Ого, это выглядит солидно, конечно Турбина такая Маневровая тяга Три тысячи Целостность Тоже меньше Ладно, давайте вот таких поставим Нам, наверное, да Надо немножко ниже Как там Ниже Ф Ну, давай, 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 давай Ну Есть И теперь Сверху Вот эти два Ага Не поставим Надо что-то еще выше Да, не Угу Так, ладно Тогда надо Надо что-то переделать Ну, что-то вот такое Получается Да, решил поставить реактор Тут в центре Мы можем попробовать Это все закрыть Сверху Как-то Давайте посмотрим У нас есть Наверное И эти топливные баки Сейчас другие Поставлю У нас там есть Получше У нас В разделе Структур А, это какая-то Маленькая фигня Не в разделе Структур Наверное, да Не, в структурах Да, все правильно А вот здесь Есть чем накрыть Сверху Как-нибудь вот так Так, а если Какие-то другие Варианты Посмотреть Так-то вроде Больше ничего и нет Такого интересного Что можно было поставить В принципе Можно, кстати Да, это, наверное Даже симпатичнее будет Добавим Еще вот такие Вот штуковины Как стоят У нас вот здесь Развернем Вот эту А теперь Можно Попробовать Что-то Вот Типа такого Поставить Да, это уже Будет выглядеть Немножко Приятнее Как ни крути Какие-то Варианты У нас есть Вот это Наверное Лучший вариант Закрытый Закрытый Такой Ага Нам эти штуки Маневровы Надо еще Теперь куда-то Поставить Будет Черт Вот эти Снизу Мы, по-моему Можем убрать Если я не ошибаюсь Вот Эти На них вроде Ничего не держится Так 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 Блин, жалко Что эти Конечно Сюда нельзя Поставить Может быть У нас Там Структура Есть Ой Это их Можно листать Таким вот Образом Еще Она Это Маленькая Нет Все равно Это только Для пушек Крепления Если тебя Повернуть Можно Не особо Короче Придется Наверное Еще Поставить Что-то Сверху По типу Вот сюда Ну Кстати Не такой Уже Плохой Вариант И что Мы добились 130 На 30 Скорость Подняли Всего Лишь Таким Вот Образом Но надо Еще Сверху Закрыть Спереди Да Вот так Вот Что у нас Сюда Можно Натыкать Каких Нибудь Обшивок Еще Надо Так Чтобы Друг На Ну Допустим Вот Так И вот Что-то Как-то Типа Так Крепость И все Спрятано Внутри Ну Почти Можно Можно Еще Здесь Какую-то Фигню Прилепить Кстати Кстати Прыжок У нас До 15 Сократился Из-за Веса Всего Этого Безобразия Того Что мы Тут Настроили Давайте Как-то Вот Так Есть У нас Вот Здесь Вот Какие-то Может Быть Варианты Еще Поинтереснее По Боковушкам По Этим Если Поиграться Такие О Что-то Не то Что-то Не то Вот Так А эти Штуки Можно Здесь Поставить Тоже Как Вариант А значит Что Вот Это Вот Мы Можем Все Немного Сократить О Стоп А Оно Тут Не Держалось Никак Да Походу Ага Вот Эта Штука Просто В Висит Ну Как бы Тебя Сюда Поставить Да Ну Это Стало Как-то Красиво О О О О Есть Контакт Так Можем ли мы тут Что-то Поставить Небольшое К чему Можно было бы Что-то Присоединить Походу Нет Ладно Если Вот это Поднять То Наверняка Сможем Нам Нам просто Надо Нам Надо Нам Надо Кстати Насчет Дальности Прыжка Давайте Давайте мы Посмотрим Гравипривод Наш Сейчас Будет Обидно Если он Будет Размером Больше И не Влезет Туда Где мы Его достали 25 36 О Это меня уже устраивает В принципе Так Что у нас Еще По ошибкам А Да Топливные Баки Я убрал Нам Надо Пару Топливных Баков Поставить А Стыковочный Отсек У нас О Точно Вот Здесь Закрытый Ага Ой Нам Тогда Надо Что-то Сюда Другое Поставить Походу Точнее Вот сюда Что-то На что Можно Сверху Поставить Этот Посадочный Отсек Вот Типа Такого А Нет Это Не очень Это у нас Тоже Крыло Опора Двигателя Она Тоже Под наклоном На нее Мы тоже Ни хрена Поставить Здесь Не можем Да Это Не вариант Нам Короче Надо Наверное Просто Поставить Вот Вот Таких Вот Трапов Наверх Да Они У нас Просто Чуть По-разному Выглядит На Смысл Смысл У них Один Тот Ж Так Нас Интересуют Хабы Да Трап И еще Один Трап Сверху Вот так А теперь Сюда Мы можем Поставить Вот эту Штуку Да Наш Лучший Вариант Выходит Так Хорошо Вот это Можем Тогда Убирать Так Не хабы Нам Надо Какую-то Структуру Типа Чтоб Закрыть Опять Все Это Дело Что Мы Тут Открыли Так Наверное Не Очень Будет Выглядеть Разве Что Вот Эту Штуку Заменить На Что-то Другое Кстати А Не У нас Там Нет Модулей Для Крепления Никаких К сожалению Можно Такую Колону Поставить Забавно Модулей И у нас тут есть вот такие неплохие топливные баки конечно. Так, хорошо, надо вот эту часть теперь как-то подредактировать, потому что тут мне не нравится. Во-первых, мы наверное уберем отсюда вот эти наши грузовые отсеки, мы их вот как раз наверное туда-назад поставим. Здесь добавим... Мы кстати могли наверное причал поставить какой-нибудь вот такой сзади где-нибудь, как вариант. Не сверху и снизу, а ну это надо, да, длину, мы это потом в новом корабле когда будем делать по-нормальному, тогда уже подумаем как там расположение комнат, чтобы было. Да, тут мы просто пока делаем так, чтобы это нормально летало. Так, какие тут у нас варианты есть. Ну это конечно грузовой отсек самый хороший, потому что к нему можно крепить всякое. Ну тут вариантов нет у нас, нам надо... Так, а где эти? Я что-то не понял. О, шасси. Нам надо какие-то вот, типа, по типу таких. На две подъемные силы. Вот такие я ставил, они на единичку. Хоть и выглядят хорошо, но надо что-то побольше. Да, вот эти на единичку. А вот эти сюда просто не пляшут. Так, хорошо, давайте мы... Ну, кстати, такие вот шасси... Интересные. Но они нам тут не та самая, нам надо, чтобы они ниже были. О, кстати. Как вариант. О! С шасси у нас все в порядке. Можем возвращать теперь грузовые отсеки сюда. Здесь будет пусто там. Модуль... Под посадочным отсеком. Шасси еще пока слишком мало. Видимо, придется вернуть вот эти, которые тут были. Давайте поставим... Под посадочным отсеком модуль. Во, одна ошибка осталась. Это как раз только... Что у нас за посадочный отсек? Может быть, вот эту надо поднять, да? Слишком низко я их поставил. Да, подымись-то? Во... Во... Мы готовы. Мы готовы. Рапира наша немного повзрослела. И почти все деньги мы как раз потратим сейчас под ноль. Корабль... Блин, небольшое усовершенствование... Ну, наверное, да. Так, пока что я оставим этот корабль. Это лучше, чем он как бы выглядел, да? До того, как мы... Внутрь все запихнули, да? Когда у нас просто такая длинная колбаса была. И модули друг за другом были. И в открытую торчали. Туда, конечно, попасть еще можно. Ой, тихо. Есть у нас куда засунуть топливные баки? Может быть, куда-то сюда получится, нет? Да, вариантов тут немного, к сожалению. Было бы, конечно, прикольно сюда их как-то засунуть. Ну, ладно. На этом мы пока что остановимся. Меня, в принципе, устраивает. Подтверждаем. Вот такой вот у нас корабль получается теперь. И... Потом, попозже. Когда мы уровней поднимем, там еще двадцатку. Когда новые модули появятся, какие-то, может быть, интересные. Ой, стоп, не покинуть корабль. Тьфу да. Мы займемся строительством... Полноценным строительством своего корабля. С нуля практически, наверное. Да, разберем полностью. Оставим только там с ума самые лучшие модули. Если тут какие-то будут еще более-менее важны на тот момент. Ну, чтобы не платить заново за них, конечно. Ну, вот эти двигатели мне не нравятся. Надо их как-то по-другому расположить будет, может быть. Посмотрим. Ну, и они сами к себе такие стремные. Так, хорошо. По пипкам у нас тут все в порядке. Да, один на гравидрайв этот идет. Скорость у нас, кажется, стала меньше, чем была. Черт. Но ускорение зато, смотрите, какое. Ни хрена себе. Ого. Ускорение. И долгое, и разгоняемся весьма сильно. Ага. А если мы, в принципе, пипок сюда добавим, да, в двигатель, то у нас 130 скорость получается. При этом мы в целом нормально стреляем, да, в плане скорострельности. А ускорение... До 430. Ну, неплохо, неплохо. А что у нас по прочности? Корпус 1100. А был сколько? Я в записи гляну. 846 была прочность корпуса, и 500 там с чем-то было топливо у нас всего. Угу. Давайте по прыжку посмотрим. Ну, все равно вот сюда попасть пока не можем. Вот в эти отдаленные системы, как и не могли раньше. Но сейчас с топливом получше, потому что... А, нет, 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 все равно, например, сюда. Нужно будет делать пересадку. Но, по-моему, раньше мы с аванпоста, когда в Альфу Центавру летели, то мне тоже топлива не хватало, и нужно было... Ну, если не быстрым перемещением туда перемещаться, а вот типа так, то нужно было делать остановки. Так-то получше получается. Ну, хорошо, да. Апгрейднули корабль. Давайте посмотрим, что у нас. Еще надо 4 модуля поставить. Для того, чтобы проектирование звездолетов можно было бы дальше прокачать. Но мы не спешим. У нас из более высоких, от этого навыка зависящих модулей, там особо ничего интересного нет. Особо интересного ничего нет. Просто ждем, пока дальше качаемся, уровни повышаем, да, чтобы открывались новые модули. Ну, мы всячески потратили в управление аванпостом, мы не добрались. К сожалению. Ну, ладно, ладно. В любом случае, пока что мы на этом серию закончим. И в следующей серии уже займемся внедрением в Багровый флот. Ну, а пока что, всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.